доброго времени суток youtube уважаемые видеослушатели моего канала и хотел бы рассказать вам такую интересную историю перед новым годом буквально за несколько дней ко мне в лабораторию зашел мой старинный друг приятель друг мы знакомы с ним лет двадцать на растении больше мы разговаривали сидели пили чай разговаривали на самые разные темы в том числе на бытовые на научные том числе и заговорили о подарках купил не купил что купил в женам жене там детям что купил моего товарища двое детей мальчик и девочка он похвастался горит перед новым годом купил ей три книги читает говорит вроде бы интересуется читает иногда приходится настаивать что давай читаю читает и по школьной программе и свои какие-то книги читает ну и я тоже похвастался тоже город купил дочери значит 8 книг не собираюсь и подарить это все на новый год там еще подарки еще еще что-то но книги 8 книг как бы я и купил значит мы разговорились на литературную тематику и видео вот о чем дело в том что существует у нас такое явление как литературное рабство да то есть есть такие люди литературные рабы которые пишут за более-менее знаменитых и именитых писателей литературу книги в общем то то есть они не звучат в авторстве со авторстве с этими людьми сам я таковыми являюсь уже достаточно продолжительное время это в общем то достаточно неплохой приработок да то есть это хорошо оплачиваемая работа раньше она была и раньше и сейчас она неплохо оплачивается сейчас в меньшей степени но тоже как бы присутствует такое явление что люди пишут значит отдают свои книги кому-то и под именем знаменитого человека значит знаменитого более менее более или менее знаменитых имен под авторством этих людей выходят их книги и это конечно некий бизнес так будем говорить и я хочу поговорить вот о чем значит о том что значит качество нашей литературы и прежние это времена вот благодаря вот такой чернухи черноте да то есть литературным неграм она была нефти каким хорошим а в последнее время связанного буквально за последний год качество очень резко скакнуло вниз и раньше это была чернуха и сейчас это еще больше чернуха может быть потому что нет работы в россии женщины не работают сидят дома к вид 19 значит заняться нечем и идет плохо просто поток литературы самого-самого-самого-самого-самого низкопробного качества пишут эту литературу женщины вот здесь вот на ваших экранах такая вот интересная женщина причем негритянка тут парадоксальным образом свелось и литературное рабство и чернуха и чернота то есть это низкопробная литература просто от завала ее идет просто наплыв огромная волна 9 вал то есть крайне некачественная литература читать то господа мои нечего я читаю очень много очень 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 много но последнее время реально испытываясь там два три даже не четыре не пять сайтов с которых я беру литературу то есть скачиваю читаю в электронном виде на планшете все значит значит но тем не менее очень низкого качества литература она ориентирована на женщин всякие там эльфийки любовные романы еще что-то просто просто завал заходишь на мои любимые сайты пишет женщина если это озвученная книга озвучивает женщина значит речь идет об исключительно каких-то амурных там или любовных или эльфийских делах каких-то то есть совершеннейшая невозможность и чернота полнейшая в литературе в нашей сейчас присутствует конечно есть какие-то единичные авторы может быть их не более десятка может так сказать кого десятка ну по пальцам одной руки если быть не беспристрастным или пристрастным как кому угодно до пяти человек авторов мне нравятся я читаю там даже с нетерпением выхода новой книги этих авторов знаю что они не пользуются литературными рабами но в девяносто пяти процентах случаев то литература которая сейчас появляется и у популярных и популярные издательства тут не играют никакой роли смысл в том что это действительно цифровая это область знаний то есть это продается все через интернет озон там или еще как-то и это хороший приработок и женщины российской федерации россии этим начали увлекаться заняться нечем значит делать ничего к вид работы нет вот они сидят и дома заключают эти договора дистанционная таких человек нескольких знаю вообще-то достаточно с одной стороны и очень узкое сообщество таких вот качественных литературных негров их не очень много все друг друга знают и в то же время в последнее время она расширяется появляются новые имена новые люди с ним можно запросто пообщаться в интернете там у них известная там telegram каналы там вконтакте в фейсбуке с ними можно связаться пообщаться узнать кто сколько что берет за какую литературу какой объем и так далее в общем абсолютно прозрачная область жизни общества но одним словом качество литературы и раньше благодаря вот этому с двух двухтысячных годов она стала нарастать 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 плавно литературы хороший хороший становится все меньше 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 и меньше за последние полтора года последний год это качество литературы упала в десятки если не сотни раз благодаря вот этому некачественную засилью женского литературного рабства и так то мозгов нет для таких дел как написание книг да еще если пишут начинают писать но там тихий ужас через одну страницу или пошлость или эротика или или эльфы с орками и так далее и так далее и так далее и так далее немножко причисляя к себя этому сообществу литературных рабов но начинал я еще там с двухтысячных свое время да меня приглашали там и журналы и отдельные люди то есть авторы писать для них а сейчас это повальное увеличение безработных женщин они в общем то не скрывают они печатаются сейчас и под своими именами и видно что они продают и знаю я кому они продают свои романы значит литературу какую-то у них заказывают очень очень прибыльное дело ребята то есть девушки ребята и не этим пользуются как бизнесом сейчас ожидать кого-то на уровне достоевского толстого чехова я не знаю еще как-то до таких авторов не приходится в общем на литературном рынке на литературном потери поприще поголовное доминирование женщин буквально 90 процентном доминирование женщин и как следствие падение качества даже плохой грязной черной литературы в десятки раз если она была черным куда казалось бы хуже куда бы еще ниже да оказывается еще можно вот сидит дома не заняться нечем почему мне книгу не написать и появляются очередные опусы я не буду ругаться сейчас вот такое у нас россии процветает интересное явление оно всегда было из древних времен со средних веков были литературные рабы а в россии сейчас по ряду причин и каких-то обстоятельств может быть до конца мной не понятых и они даже не знаю но тем не менее глядя на те сайты на которых я раньше брала литературу брал книги сейчас там вообще очень страшно и что-то найти стоящее почитать достаточно сложно очень трудно что-то найти действительно хорошие почитать не чернуху с очередными эльфами орками там я не знаю там еще чем-то бесталанным найти что-то стоящее почитать для души это очень очень сложно вот к сожалению такая проблема она присутствует на этом все благодарю за внимание и удачи вам